Это самое метафизическое место телевизионного Петербурга, его сердце, телебашня. Отсюда плывут волны более 40 теле- и радиоканалов. Вон там, внизу, огромный город, а здесь начинается его телевидение. Телевидение, которое многие называют ужасным, страшным, циничным, блеклым, занудным. А кто-то, наоборот, не может оторваться от экранов телевизоров. Мы не вмешиваемся в эти споры и не наше право разбирать их. Мы просто делаем так, чтобы у этого города была возможность уверенно сказать всем. Показывает Санкт-Петербург. Информационный голод по отношению к Петербургу, возникший почти сразу после масштабных юбилейных торжеств в честь 300-летия, обернулся отсутствием внятной возможности для всех, кому небезразличен этот город, найти ответы на вопросы. А что такое Петербург сегодня? Его путь, стиль, культура, бизнес. Из концепции миссия телеканала «Санкт-Петербург». Есть одно правило, которое объединяет нас со всеми телекомпаниями мира. Телеканал «Санкт-Петербург» и «СНН» в этом плане – близнецы, как две капли воды. Утро на любом телевидении начинается с летучки. Погнали, 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 поехали. Новый день, новые задачи, новые новости. Новое слово, которое мы скажем сейчас этому городу. Леточка, по словарю Ожегова, это краткое собрание для решения неотложных дел. Но для телевидения такое определение не подходит. Как правило, собрание никогда не бывает кратким, а дела неотложные. Причем все и всегда. Старался, ехал, доставал, монтировал. Там, я не знаю, там, мне это не интересует, меня это интересует только одно. Либо это есть в эфире, либо это нет в эфире. Ребят, может телевизионщики, ем мои. Золотой век ленинградского телевидения. Он начинался в 60-х, когда Москва равнялась на Ленинград, без стыда копируя с него форматы первых выпусков КВН и про образ «Спокой ночи, малыши». Достигал апогея в середине 80-х, когда «Пятое колесо», «Тихий дом», 600 секунд становились культурологической легендой, даже не телевидения, а целой эпохи огромной страны. Однажды я наткнулся на фразу из письма Ленина Плеханову. Фраза звучит так. «Вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно». Случайное совпадение или нет, но золотой век ленинградского телевидения закончился почти сразу после переименования Ленинграда в Петербург. Закончился Ленинград, закончилось его телевидение. Это излишне громкие слова. Телеканал «Санкт-Петербург» должен стать продолжением славных традиций ленинградского ТВ. Телеканал должен сначала стать, а потом уже продолжать. За один год это сделать невозможно, но зато мы знаем, что именно нужно делать. Когда мы думали утолять информационный голод, мы прежде всего думали, что мы не будем утолять его фастфудом, каким-то, который на всю планету производится. Мы будем этот информационный голод утолять на самом деле настоящим нашим штучным продуктом. В разработке концепции логотипа мы специально не пошли по пути классических корабликов, разведенных мостов, шпиле Петропавловки. Мы выбрали малые архитектурные формы блистательного Петербурга. Шарик с печальной стенки первого порта города. Вот наш символ. Мы даже замеряли эти шарики специальным лазерным прибором и обнаружили, каменотесы сделали их абсолютно одинаковыми и идеально круглой формой. Причем так, на глазок, без несуществовавших в то время приборов и сканеров. Вот это мастерство, вот это глазомер. И нам урок и назидание. Вот так надо работать. А еще прообраз нашего логотипа действительно чем-то похож на маленького, жизнерадостного и очень энергичного колобка. Только не сказочного, тот, как известно, плохо кончил, а настоящего петербургского телевизионного. Мы должны удовлетворить любопытство миллионов, жаждущих знать о Петербурге как можно больше. Мы должны удовлетворить наше собственное любопытство, как в современных мультимедийных условиях можно говорить об этом великом городе ярко, эффектно и оперативно. Мы должны работать на границе самых передовых технологий, порожденных цифровой глобализацией рынка. И создание телеканала будет нашим ответом на вызов эпохи инновационных потрясений. Из концепции миссия телеканала «Санкт-Петербург». Современное телевидение держится на трех основополагающих принципах. Первый – технология. Второй – технология. Третий – опять технология. Все остальное – люди, эфиры, идеи – это уже следующий этап. Новые прорывные технологии даже не убивают старые телевизионные форматы. Они их уже просто добивают. Между тем, как я нажму кнопку «Запись» и между тем, как это будет в интернете, пройдет там менее чем полминуты. Ни одно телевидение не может себе этого позволить. Наш диалог могут увидеть жители Австралии, Антарктиды. Привет, интернет! Мы пришли! Если у тех, кто создает современное телевидение, нет любопытства и дерзости сламывать горизонты, то это все равно, что управлять гоночным автомобилем с закрытыми глазами – бессмысленное и убийственное с точки зрения траты сил и средств занятия. Я заготовил для вас маленький сюрприз. Давай, Борис Иванович, показывай, что это такое. Вот, камера. Смотрите, таким директор телеканала вы еще не видели. Такая камера надевается на корреспондента, у него нет тяжелых этих штук, у него руки не заняты. Он полез, посмотрел, и главное, в этот же момент эффект присутствия, он тут же свои ощущения озвучил здесь. Это дает возможность зрителя поставить сюда, и чтобы он почувствовал запах, шум, атмосферу, жанр того, что вокруг него происходит. Наш девиз – космического масштаба замысла требует таких же космических скоростей передачи данных, когда физическое время происходящего события сжимается и измеряется уже не секундами, а мегабайтами. Так, ребятки, а выдайте нам один канал, пожалуйста, только петлю корреспондента без шумового микрофона. Внимание! Так, стопы еще разочек. Ага, внимание! Неважно, кто из нас родился в этом городе, а кто нет. Нас объединяет другое – любовь к этому городу, любовь к тем, кто жил, живет и будет жить в этом пространстве между небом и Невой. Это главный мотив всех наших устремлений, порывов и свершений. Из концепции миссия телеканала «Санкт-Петербург». Наверное, практически каждому второму или третьему жителю планеты хоть раз в жизни нужен Петербург. Узнать о нем, побывать в нем, любой коммуникативный контакт с этим городом. Точно так же, как это происходит по отношению к другим великим городам мира – Париж, Лондон или Нью-Йорк. И там, где появляется желание получить это знание, там начинается наша территория, наша среда обитания. Потому что мы телеканал не только для Петербурга, но и о Петербурге. Любовь к городу, любовь к телевидению, наверное, вот мне кажется, что это основной движущий момент для тех людей, которые посвятили себя этому. Потому что с холодным глазом, с холодным носом в этой профессии абсолютно делать нечего. Здравствуйте, это Петербургское телевидение. Один день из жизни большого города в репортажах, мнениях и комментариях. Вторник, 30 августа. С вами Михаил Титов. Сегодня 26 апреля, вторник. Студия Анна Борисова. За один час в прямом эфире мы расскажем, как прожил этот день великий город. 7 апреля, четверг. Студия Юрзенчук. Здравствуйте. Делать новости в таком городе, как Петербург, безумно интересно. Потому что он всегда разный. Петербург во вторник и Петербург, допустим, в четверг абсолютно два непохожих друг на друга города. По погоде, по событиям, по эфиру или набору новостей. Так, что у нас на завтра? У тебя на завтра из консервов сохранилась перловка, которую ты выдаешь, и уютный двор. Уютный двор завтра выйдите обязательно, пожалуйста, потому что иначе у нас закончится неделю. Блинарное заседание технического комитета 91-й международной электротехнической комиссии. У нас в порядке. Топку. И туда отправим 4000 приморцев, которые побегут вместе в топку. Здесь никогда не останавливается время. Здесь все течет и изменяется. Точно так же, как и Нева со своим течением со скоростью полтора метра в секунду. И рассказывать об этом можно увлеченно, ярко и бесконечно интересно. Будущим морякам нужно уметь очень быстро проходить по отсеку, а все усложняют препятствия под ногами. Я даже не представляю, как они с ним управляются. Бок-бок, музыкальные сцены и экстремальные спортплощадки. Лихо покататься на скейте. Я помню, там с детства вот эту песню. Не сегаля воду, коромы слогнеться, а за нею Юра, и як барвинно клеця. Мы – люди, сплоченные одной большой и дружной командой. Но и мы можем устать. Мы можем опустить на мгновение руки от ошибок и неудач. Но энергия и воля, направленные на то, чтобы создать телевидение, достойное великого города, это то, что движет нами, как бы долг и труден, не был наш путь. Из концепции миссия телеканала «Санкт-Петербург». Я, может быть, скажу банальную фразу, но мне кажется, что информационная журналистика – это не профессия, это образ жизни. Мы постоянно делаем новости. Мы из всего делаем новости. Вот даже сейчас вы берете у меня интервью, а это уже в эфире, ну или, вернее, в интернете. На сайте можно это посмотреть. Вот чтобы вам доказать, я сейчас рукой помашу. Энергия проекта набирает свою мощь. За один год канал подключился к 1 миллиону 800 тысячам квартир. Началась параллельная трансляция эфира телеканала в интернете. Кабель, спутник, мобильная связь, интернет, цифровой мультиплекс. Все, что может передавать телесигнал, станет платформой вещания телеканала. Мы будем открывать миру новый Петербург. И это будет второе рождение города. Но только не в реальном, а в мультимедийном пространстве. У каждого, кто работает в нашей команде, это первый опыт создания нового телевидения с чистого листа. За один год мы поняли очень важную особенность этого ремесла. Телеканалы не создают, их строят. Скурпулезно и тщательно, кирпичик за кирпичиком, с несгибаемой волей и энергией. Так, как когда-то зодчие этого города строили свои архитектурные шедевры, дворцы и соборы. И наша мечта сделать так, чтобы телеканал стал одной из примет этого города. Такой же, как Нева, Рыбокорюшка, Белой ночи и разведенные мосты. Если соизмерять человеческий возраст с временем существования телевизионных проектов, то, как показывает графика, в среднем это соотношение составляет 1 в 3. То есть нам сейчас около 3 лет. В таком возрасте еще мало что успеваешь совершить в этой жизни, но уже начинаешь говорить. И мы тоже начали говорить. Начали говорить о том, что теперь Санкт-Петербург это не только великий город. Теперь это еще и телевидение этого великого города. Санкт-Петербург это не только великий город.